Здравствуйте! В начале коротко о сегодняшних темах. В Лабытнанге стали меньше воровать, убивать и промышлять угоном транспорта. Возросло количество преступлений в сфере оборота наркотиков и мошенничеств. Лабытнанские силовики сегодня подвели итоги служебно-оперативной деятельности. Число юных лабытнанцев, желающих присоединиться к новому общероссийскому объединению детей и молодежи, движение «Первых» растет. Сегодня поданы заявки на вступление новыми организациями. Информацию по прекращению работы приложения «Сбербанк онлайн» комментируют специалисты банка. Крещенскую купель готовят на реках Ханми и Собь. Организаторы создадут все привычные удобства для горожан. В Лабытнанге стали меньше воровать, убивать и промышлять угоном транспорта. При этом возросло количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и мошенничеств. Всего же за 2022 год полицейские зарегистрировали 436 преступлений. Лабытнанские силовики сегодня подвели итоги служебно-оперативной деятельности. Мошенничество прочно закрепилось наверху преступного рейтинга. В 2022 году 91 случай. За первые две недели 23-го полицейские уже зарегистрировали 5 фактов финансового развода на полтора миллиона рублей. На авито присмотрел снегоход, устроил все, качество, цена. С аппаратом договорились о доставке. Вместе выбрали транспортную фирму. Машина попросил задаток, ну как доказательство, как гарантия сделки. Отправил. Чуть позже поправил привезти остаточную сумму. Перевел. В итоге остался и без денег, и без снегохода. То, что меня наглым образом манули, кинули на 650 тысяч, понял, когда продавец оказался вне зоны доступа по сети. Мошенники точно знают, чего хотят. Ваших денег. На днях жительница города едва не лишилась двух миллионов рублей. Причем аферистам почти удалось взять ее в оборот. Деньги были обналичены. Сделать последний шаг, пополнить банковский счет. Женщине помешал сын. В ходе дачи объяснений женщина сказала, что общение у нее происходило с данными банковскими работниками якобы на протяжении 7 часов. То есть ей не давали отвлечься, соответственно, связаться с другими родственниками, позвонить на горячую линию банка, зависит от того, что она, думаю, что в действительности общается с банковским работником. То есть именно психологическое давление все это время на нее оказывалось. Одни преступники зарабатывают на человеческом доверии, другие на зависимости. Незаконный оборот наркотиков также в преступном рейтинге. Силовиками в 22-м году было пресечено 32 преступления. Изъято 300 грамм синтетики. Самое ужасное, что в темный бизнес вовлекают детей. Лица, которые организованно осуществляют сбыт наркотических средств, то есть незаконный, очень часто вовлекают в преступную деятельность несовершеннолетних, которые не достигли 16 лет с целью, в связи с тем, что они не могут быть привлечены к уголовной ответственности. Вместе с тем предусмотрены иные виды ответственности, такие как обучение в воспитательных колониях, а также привлечение к административной ответственности, постановка на учет в комиссии по делам несовершеннолетних и иная профилактическая работа. В прошлом году было установлено два таких факта. Факта сбыта наркотических средств несовершеннолетними. Мошенничество и торговля наркотиками между собой в чем-то схоже. Преступники используют бесконтактный метод работы с использованием современных технических средств. На оперативном совещании полицейские пытались найти методы противодействия. Профилактика один из них. Плюс, конечно же, у нас момент касаемо профилактики дорожно-транспортных происшествий. В прошлом году их было с плюсом. Есть небольшой рост. В том числе, к сожалению, есть погибшие у нас в прошлом году, ДТП. Несмотря на то, что подразделение госавтоинспекции проделало огромную работу, в этом году мы еще более усилились. Пересмотрели расстановку сил и средств. Обозначили проблемные участки дорог на территории обслуживания. В этом направлении хотим в этом году более усиленно работать. Если взять в целом, то полицейские в прошлом году сработали удовлетворительно. Количество зарегистрированных преступлений идет на спад. Высокие показатели раскрываемости преступлений прошлых лет. В их числе – мошенничество и сбыт наркотиков. Светлана Кельникова, Снегир, программа «Время местное». Число юных флабутнанцев, желающих присоединиться к новому общероссийскому объединению детей и молодежи «Движение первых» растет. Собрания инициативных групп уже прошли в третьей школе и молодежном центре. Сегодня заявки на вступление подали ученики первой и пятой школ, поселка Харп и студенты филиала Ямальского колледжа. Подробности в следующем репортаже. Событие для первой школы – историческое. Молодое поколение решило влиться в движение первых. Его главную цель взрослые подчеркивали с гордостью. Воспитать вас патриотами своей родины, патриотами своей страны, патриотами своего региона, города и школы. Первая очередная задача – создать в школе первичную организацию. Интересы юных общественников будет представлять советник директора школы. За Марину Человскую проголосовали все активисты. Я думаю, что для ребят это огромные возможности. И, конечно же, я очень рада, что они предложили, выбрали меня единогласно, чтобы я защищала их интересы с удовольствием. Защищала всегда и буду. Будем участвовать активно во всех мероприятиях российского движения детей и молодежи, движения первых. Я считаю, что это очень интересная организация. Она помогает больше развиваться в разных направлениях. Я являюсь волонтером в этой школе, помогаю организовывать всякие праздники и так далее. Я жду, чтобы что-нибудь стало, допустим, какие-нибудь группы школ объединились, и это стало лучшей частью нашего города. Я жду побольше разных конкурсов, возможности побольше ребятам ездить по всяким мероприятиям. Ну и, в принципе, чтобы было интересно и весело. Я хочу участвовать в многих конкурсах, мероприятиях, которые настроены на познание нашего города, нашего края. Заявление о вступлении учеников первой школы в ряды общественного движения вручили представителям городской администрации для его последующей передачи в региональное отделение. Такие же документы подписали учащиеся пятой школы и студенты колледжа. Последних было так много, что заседания инициативной группы пришлось проводить в спортивном зале. С целями и задачами движения ребята были ознакомлены заранее. Педагоги еще раз заостряли внимание на возможностях, которые перед ними открываются. Новое движение все шире охватывает город. Быть первыми – ответственно и почетно. На Ямале объявлен старт приема заявок по программе «Земский учитель». На одноименный федеральный портал приглашают участников по соглашению с Министерством просвещения России. В этом году в школах Ямала открыто 17 вакансий преподавателей русского языка и литературы, математики, физики, биологии, химии, а также учителей начальных классов. Новых педагогов ждут в образовательных учреждениях городов и районах округа, в том числе и в Лабутнанге. Учителя, прошедшие конкурсный отбор, при переезде на Ямал получат единовременную выплату – 1 миллион рублей. Деньги смогут потратить по своему усмотрению. Обязательное условие – педагоги должны отработать сельской местности не менее 5 лет. В программе могут принять участие педагоги до 55 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование по специальности. Учитывается также квалификационная категория – заслуги в области педагогической деятельности, высшего образования или дополнительного профессионального образования. Как правило, претендуют на вакансии по программе «Земский учитель» педагоги из других регионов. Подать заявки могут и ямальские учителя. Но место проживания должно находиться на расстоянии не менее 200 километров от планируемого места переезда. Федеральная программа «Земские учители» реализуется на Ямале четвертый год. За это время в школы автономного округа прибыло 32 педагога. На Ямале действуют 12 мер поддержки и стимулирования педагогов образовательных учреждений. Молодым педагогам до 30 лет выплачивают при трудоустройстве на работу 100 тысяч рублей. В рамках профессионального конкурса «Новые учители Ямала» молодые педагоги смогут претендовать на гранты в размере 600 тысяч рублей. По инициативе губернатора ЯНАУ отменен накопительный принцип северных надбавок. Этот год на Ямале глава региона объявил Годом знаний. Он дополнит объявленный президентом Год педагога и наставника в России. В 2023 году в регионе планируется внедрить полноценную систему работы с талантами школьников. Также будут созданы новые возможности для поддержки и профессионального роста педагогов. Новый транспорт и комплекс для развития речи. Ямальские центры соцобслуживания пополнятся новым оборудованием для работы с детьми и взрослыми. В Харапском доме-интернате для престарелых инвалидов мядика обновят оборудование в тренажерном зале. Современная беговая дорожка, велоэргометр, а также приспособления для разработки мышц спины появятся в учреждении. Их использование повышает качество социальных услуг и реабилитации. Специалисты, психологи, логопеды, дефектологи дополнительно повышают свою квалификацию, чтобы ямальцы получали профессиональную помощь. Также в течение года будет усилен автопарк организации соцобслуживания. Новый транспорт появится и в Харпе. Это позволит увеличить возможности служб социальной такси, которой пользуются малоподвижные граждане, пожилые и инвалиды. В социальных сетях пользователи обсуждают информацию о том, что приложение Сбербанк Онлайн перестанет работать с 16 января. На самом деле это не совсем так. Трудности могут возникнуть только у владельцев смартфонов с устаревшей версией приложения. А вы уже установили новую версию приложения Сбербанк Онлайн. Многие жители не спешат обновлять этот сервис. Я сегодня не проверяла, но вообще-то до этого дня проблем не было. Мне удобно пользоваться устаревшей версией. Я не обновляла. А вот и зря. Пользователей старых версий мобильного приложения Сбербанка отключат от сервиса. Чтобы не потерять к нему доступ, необходимо произвести несложные манипуляции. Конечно, у нас сейчас обращаются клиенты с данным вопросом. И мы неоднократно отправляли смс-сообщение. Это небольшое количество клиентов, которые имеют устаревшую версию Сбербанк Онлайн. И вот этим клиентам рекомендовано переустановить Сбербанк Онлайн для того, чтобы приложение работало. Для владельцев смартфонов с операционной системой Android это не составит особого труда. Можно скачать приложение на официальном сайте Сбербанка или через российский маркетплейс Рустор. А вот пользователи iPhone самостоятельно обновить Сбербанк Онлайн не смогут. Для клиентов, владельцев iOS необходимо обратиться в отделение банка. И сотрудники банка помогут установить приложение. И занимает это не больше двух минут. Если сообщение на смартфон об обновлении не приходило, значит с версией все в порядке. Повода для беспокойств нет. И вы можете и дальше продолжать пользоваться своим приложением. Рая Ермолаева, Эдуард Захаров, программа «Время местное». Крещенскую купель готовят на реках Ханмей и Собь. Празднование Богоявления в этом году состоится без каких-либо антиковидных ограничений, как в предыдущие годы. Организаторы создадут все привычные удобства для горожан. Река Ханмей 19 января для православных становится библейским иорданом. Каждый год сюда приезжают сотни лабытнанцев, чтобы совершить обряд омовения. Поэтому в день праздника все должно пройти безупречно. Для этого технические службы учли все нюансы. Даже параметры купели рассчитали до сантиметра. Работы ведутся безопасно. Толщина льда составляет 93 сантиметра, что само по себе по сетке порядка 60 тонн выдерживает. В месте проведения обряда будут установлены три палатки, в одной из которых разместятся оборудованные мужская, женская и семейная раздевалки. В другой купели, где горожане смогут с головой окунуться в священную воду, войти в которую можно будет по специально подготовленной лестнице. Кроме того, отдельно соорудят прорубь в виде креста, где каждый желающий сможет набрать крещенскую воду. В поселке Харпа традиция омовения будет проходить на берегу реки Собь. Здесь тоже идет полным ходом подготовка. В день крещения Господня в храмах пройдут службы. Для удобства лабытнанцев и харповчан автобусы отвезут пассажиров к Иордане на реках. На месте крещенских купаний будет дежурить полиция, скорая помощь и спасатели. Принятие решения окунаться ли в воду, конечно, строго индивидуально. Главное, чтобы в день богоявления каждый пришедший на праздник обрел гармонию между душой и телом. Дарья Самородова, Григорий Волков, программа «Время местное». Это все на сегодня. Далее прогноз погоды на завтра. Заходите на наш сайт www.lbt.ru и подписывайтесь на группу во всех популярных социальных сетях, где мы размещаем оперативные сообщения и новости. Спасибо за внимание. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok